Выборы должны быть честными, открытыми и свободными. Причем слово «максимально» здесь неуместно. Волеизъявление граждан на предстоящих выборах не потерпит ни талики допущений. Для достижения этой цели Чуварское региональное отделение партии «Единая Россия» заключило сегодня соглашение со штабом общественного наблюдения. Напомню, решение о создании ШОН было принято чуть больше года назад. И теперь организация занимается подготовкой наблюдателей на предстоящих сентябрьских выборах. Россиянам предстоит избрать депутатов Государственной Думы, местных парламентов и самоуправления. Вот так прокомментировало подписание соглашения секретарь Чуварского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» Алена Аршинова. Данное соглашение фиксирует и подчеркивает настроение партии «Единая Россия» в движении и стремлении поддерживания открытой конкуренции, демократичности выборного процесса, открытости, легитимности. И для нас очень важно, что штаб общественного наблюдения работает уже не первый год, зарекомендовал себя, показал свою эффективность. И для «Единой России» очень важно поддерживать объективные, хорошие рабочие отношения со всеми общественно-политическими, общественными силами, которые заинтересованы в открытости и частности выборов. В самом штабе общественных наблюдений заявили о готовности обеспечить наблюдение за ходом голосования на всех уровнях и на избирательных участках, даже в отдаленных населенных пунктах. И это несмотря на едва ли не рекордную конкуренцию за депутатские кресла в избирательной кампании 2021 года. Шесть политических партий, включая две парламентские, и 15 некоммерческих организаций. Что это дает? Ну, как вы знаете, на избирательных участках будут присутствовать наблюдатели от общественной палаты, от партий, от кандидатов. И для нас очень важно, чтобы между ними была не конкуренция, а была почва для сотрудничества, потому что все работаем на одну цель – сделать выборы законными, прозрачными, и чтобы их итоги никто не мог оспорить.